Так, в комплект к Барк Риверу, к ножнам и салону подвесу, ну не в комплект, но тоже в этой же тематике, тематике Бушкрафта, это чехол кресала, это не моя придумка, Павел где-то увидел, а я воплотил кобурные, кобурные, кто они, не петли, кобурные кнопки. Здесь столюка, кусок быстрореза, немножко спилено, специально оставлены зубья, здесь огниво, сейчас не буду, потому что просто адский искр высекает, кусочек кожи, пропитан воском, при желании его можно будет тоже поджечь и использовать как свечку. Сам чехол тоже пропитан воском и изнутри, и снаружи, ну при сильной необходимости можно его будет нарезать и использовать как своеобразную растопку или свечку. Здесь все нарочито, небрежно, прошито самой толстой ниткой, такой обычно не шьют кожу, и я такой не шью, но вот на каких-то вот таких брутальных изделиях, иногда ее использую, где шить немного, ей очень неудобно и сложно шить, таким крестовым швом, нарочито небрежно. Здесь оставлены специально естественные края, не обработанные, а где нужно, они обработаны. Внутри находится растопка, ну я положил немножко, здесь места немного, места немного. Здесь джутовый шнурок обычный и джутовый шнурок пропитанный воском, не пропитанный, а просто натертый, его можно как свечку даже использовать. Сюда же еще ватку, ватный диск, труд, то есть, ну еще войдет. Понятно, что это неполноценный костровой набор, но задумка такого набора, чтобы он был всегда в кармане, всегда в кармане и не в рюкзаке, потому что если вы останетесь в рюкзаке, то ну как бы вам в рюкзаке ваш костровой набор. А вот это вот небольшая, небольшой наборчик, он у вас с собой всегда в кармане, в брюках, но если вы останетесь без штанов, то это, конечно, уже совсем плохо, но вот такой он должен помочь вам остаться с костром, с огнем и теплыми. Вот такая приколюшка. Следующее видео.